День рождения нового Азербайджана, самой крупной партии страны. Она была зарегистрирована ровно 30 лет назад. О роли ее первого лидера Гейдара Алиева и о том, чем члены партии занимаются сейчас, расскажет Хаяла Юсивзаде. Сейчас я объясню, как быстро решить эту задачу. 9 утра. Штаб-квартира партии «Новый Азербайджан». Планерку проводит председатель объединения молодежи Бахтиар Исламов. Сам привык к активности и призывает к этому других партийцев. Быстро нужно соображать и быстро устранять проблемы. Это моя стихия. У нас это высоко ценится, так как доля молодежи в партийной деятельности огромная. Но я встал в ряды партии не только из-за этого. Авторитет создателя партии общенационального лидера Гейдара Алиева стал для меня главной причиной. Так и в 92-м авторитет Гейдара Алиева повлиял на пять сотен человек из разных регионов страны. Они обратились к нему с просьбой создать партию. На тот момент политик занимал пост председателя Верховного Совета Нахичеванской автономной республики. По этому поводу люди из разных городов мне писали письма. И когда общественно-политическое положение созрело, я дал свое согласие на создание партии. И название я придумал сам, чтобы новая партия способствовала созданию нового сильного Азербайджана. Логотип партии разрабатывали несколько художников, но Гейдара Алиева становился на этом варианте. Раскидистое дерево символизирует мудрость. Восьмиконечная звезда – символ тюркских корней. В мировой истории очень мало таких опытов, когда партия, вновь созданная партия, буквально через несколько месяцев приходит к власти. Ну, естественно, что это было заслугой Гейдара Алиева, его колоссальным усилием, его гениальности, его опыта как руководителя. И, как я уже отметил, самое главное – любовью народа. Наш народ достаточно испытал на себе все трудности того времени, когда Азербайджан обрел во второй раз свою независимость. И популярность партии связана прежде всего с тем, что непосредственно устав этой партии, его программа, собственно, наручно была написана Гейдара Алиевым. И эта гениальная личность, она предопределила всю дальнейшую горизонты развития нашей страны. И фактически эта программа партии, ее устав предопределили всю дальнейшую судьбу нашего азербайджанского народа. И страна, фактически находившаяся на грани исчезновения с мировой карты, эта страна, она превратилась сегодня в основного ведущего игрока в регионе. Не только на Южно-Кавказском регионе, но вообще в Евразийском регионе. Естественно, что люди этого не могли не замечать, если в первый период, как мы сказали, в партию пошла очень большая волна людей, которые хотели стать членами этой партии. Это было связано, в первую очередь, конечно, с личностью Гейдара Алиева, а потом уже непосредственно уже с той государственной линией, которая притворялась как правящей партией, партией Единый Азербайджан. И, естественно, что все это отразилось на жизненном уровне нашего народа. И сегодня молодежь, конечно, она достаточно информирована, сегодня вы знаете мир интернета, и люди, в принципе, могут довольно легко знакомиться с событиями во всем мире. И, естественно, что сегодняшняя ситуация Азербайджана, его позиция под руководством председателя партии Ильхама Алиева, страна идет к новым высотам. Когда Гейдара Алиева не стало, его детище, партию «Новый Азербайджан», возглавил его сын Ильхам Алиев. Сегодня это самая большая по численности политическая организация в стране, и количество сторонников растет с каждым днем. Цели и задачи неизменны. Благодаря правильной политике, сегодня безработица в стране составляет всего 5%. Каждый день открываются сотни рабочих мест. Члены партии занимают большинство кресел в парламенте – 69 из 125. Годы идут, мир меняется, но каждый из нас прекрасно знает, что если бы азербайджанский народ не обратился к Гейдару Алиеву и не пригласил бы его к власти, то наша страна столкнулась бы с большой катастрофой. Сегодня в партии «Новый Азербайджан» состоят более 800 тысяч человек. Кроме молодежного объединения, в него входит и женский совет.